Всем здравствуйте, меня зовут Алексей. Я продолжаю рассказывать о том, что такое дистанционный курс. Поступило много вопросов, и я хотел ответить на центральный вопрос, как работает этот дистанционный курс, ответить на некоторые подвопросы и показать некоторые фрагменты из первого и второго диска для того, чтобы вы увидели, как там преподносится материал. Давайте начнём с главного. Некоторые люди задают вопрос, вы всегда ругали диск или ругали книги со словами, что нельзя исцелиться от невроза. Совершенно верно. И вы должны понимать главный нюанс того дистанционного курса, который я сделал. Это не диск, где записано что-то, это не секретные какие-то материалы и данные. На этом диске там 4 DVD и печатные методички. На них расписаны все упражнения и технология, как ингредиенты, конкретный ингредиент, допустим, работа с панической атакой, так-то и так-то, такие-то упражнения. Работа с агорафобией, так-то и так-то, такие упражнения. Работа со страхом за своё здоровье, то-то и то-то. Работа, допустим, со страхом задохнуться, то-то и то-то. Работа с перемещением без поддержки родственников, то-то и то-то. Работа с мыслями о страхе смерти, работа с мыслями о том, что я какая-то не такая, что подумают люди. Вот об этих всех страхах, там есть конкретные упражнения, тактики и стратегии. Я это назвал ингредиентами к какому-то блюду. Но подобрать эти ингредиенты непосредственно под вас можно лишь тогда, когда выполнены следующие составляющие. Первое, что я чётко знаю, что у вас эти ингредиенты есть и конкретный набор. Поэтому моя задача была до вас донести с помощью дисков как носитель и с помощью методичек как носитель. Это носители, это не чудо, это просто носители этих ингредиентов. Вы их получили, прослушали, просмотрели, увидели, написали мне в почте. Я, Васильева Мария, получила, послушала, вижу методичку, с чего мы начинаем. У меня доминирует то-то и то-то, то-то и то-то. Я говорю, берём этот ингредиент, берём этот ингредиент, берём этот, сочетаем в такой-то рецепт, применяем. Применили, посмотрели результат, написали мне опять, Лёша, я сделала вот это и это, результат такой-то. Я говорю, отлично, теперь берём это, убираем, а теперь берём другое, дополняем и делаем ещё. Сделали второй рецепт, сделали. Опять написали мне, я это сделала, дальше что? Я говорю, теперь берёшь и этот ингредиент, и этот ингредиент, и этот. И вот так вот можно только помочь человеку, потому что написав книгу или записав там диск со словами, это вам поможет, хрена с два. Вы просто прочитаете, скажете, ну и что? Можно даже провести такой эксперимент. Вот клиент А возьмёт эти ингредиенты от меня, и мы будем с ним делать конкретное, подбирать под него его рецепт из этих ингредиентов, и увидите его прогресс. А другой клиент просто возьмёт этот материал и не будет со мной подбирать ингредиенты. Результата не будет. Знаете почему? Потому что в интернете масса ингредиентов, в книжной литературе масса книг написано на это, все они составляют ингредиенты. Но людям от этого легче не становится. Легче становится только тогда, когда вы конкретно правильные ингредиенты правильно будете сочетать. Вот так более понятно, что такое дистанционный курс. Я вам высылаю ингредиенты, с которыми работает психотерапевт. Вы получите все упражнения и объясняющий материал, что такое ВСД, паническая атака, как это всё происходит, упражнения, про мысли, про поведение, про панику, про страх, про адреналин, про тело, про эмоции. Всё это получите. Но надо это правильно применить непосредственно под вас. А чтобы это под вас правильно применить, мне нужно с вами держать обратную связь. Но поскольку вас много, и я не могу всем дать очное консультирование, вполне хорошо работает вот эта система, где вы высылаете мне, я делала то-то, 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 что меняем, какой результат. Я смотрю, и у меня есть технология, говорит, берём вот этот ингредиент, этот ингредиент, этот и этот, и этот смотри. Да, вот этот лучше, вот у меня получается. Вот здесь я уже стал передвигаться туда, а тут уже туда. Сняли симптоматику, стали передвигаться, панические атаки ушли. Говорю, теперь переходим к блоку 2, берём ингредиент отсюда, отсюда таблицу номер такую-то, записывай что-то, напиши через неделю. Через неделю написал. Я говорю, молодец, теперь добавляем это. Или говорю, например, ты это неправильно поняла. Надо вот так, пересмотри вот эту часть. А, всё, точно, поняла, иди, вот теперь такое-то добавляй. То есть, я вам выслал ингредиенты, из которых можно лепить замечательные блюда под каждого. Ведь не все же едят рыбу, не все едят мясо. Поэтому нельзя записать диск или книгу, которая вас исцелит. Я это всегда говорил и продолжаю. Просто неправильно поняли, что это ингредиенты. А уже подобрать под вас сочетание, я буду делать вместе с вами в дистанционной форме. Смотрите небольшие фрагменты, которые удалось вырезать. Сразу скажу, что на самом носителе высочайшее качество HD. Но то, что вы сейчас увидите, там программа сконвертировала в немного худший формат. Поэтому там немножко не так чётко. Не бойтесь на диске, вы будете смотреть информацию абсолютно в широкополосном формате, HD-качестве. Не думайте, что такое качество и есть. Просто это технические нюансы, так скажем, трансформации этих вырезанных кусков. Вот это первый вопрос. По поводу того, как получить, как заказать. Вы можете это сделать, оплатив на ИП через банк. Вы можете это сделать в электронном виде. Главная задача – это поставить в известность о том, что вы оплатили. Если вы оплачиваете через сайт, то информация сразу нам приходит. Если вы принимаете решение оплатить через расчётный счёт на индивидуальный предприниматель Крайсиков Алексей, то вы оплачиваете по квинтанции, которую мы вам тоже уже сделали. Вам надо только в банк прийти и вписать своё имя, фамилию. В комментариях обязательно указать свой адрес, куда доставлять ингредиенты. Написать нам, что я оплатила, прислать копию этой платёжки, если необходимо. Мы вам высылаем всё это в течение от одного дня до 14, в зависимости от какого региона вы живёте. Мы вам всё это доставим. Вы пишите мне обязательно «я получил», и начинаем работать. Поэтому к вопросу о том, будет ли это работать без моей поддержки – нет. Ингредиенты, которые я вам высылаю, это очень важные составляющие. Но только я и вы сможем непосредственно подобрать под вас эти составляющие. Вот так я отвечаю на вопрос по поводу, что это такое. Заменит это или не заменит вообще психотерапию? Нет, конечно, это не заменит психотерапию. Что это даст? Это даст вам экономию денег, потому что тот материал, который записан на… Те ингредиенты, которые у вас там записаны, если их разложить вот в линейку, то в принципе это примерно 15-20 сессий. Ну вот умножайте 15-20 сессий психотерапевта на сумму, которую сколько он стоит. И посмотрите, сколько вы можете сэкономить. Потому что психотерапевт будет заниматься с вами точно так же. Он сначала вас изучит, вот я в частности, я сначала пойму, в чём проблема, и буду подбирать под вас те или иные ингредиенты, упражнения с мыслями, с поведением. И мы будем с вами двигаться дальше. Разница только в том, что так вы будете иметь сразу все ингредиенты и сможете их комбинировать, исходя из того, что мы с вами выберем, заменять вместе, но это будет контролируемый процесс. То есть вы фактически становитесь частью занятий, имея под рукой сразу всё, от начала до конца. Моя главная задача – это вас правильно направлять. Поэтому без обратной связи это будет просто сборник ингредиентов. Но как их правильно применить – это вот вопрос персонифицированный. Смотрите небольшие фрагменты, смотрите эти части, задавайте вопросы Максиму, звоните нам по телефону, пишите в обратную связь, уточняйте. Сразу вам хочу сказать, что я не смогу вести тысячи людей в таком формате, потому что у меня индивидуальные консультирования, групповые, семинары, тренинги. Поэтому я ограничил количество… Ну, проще говоря, тираж у нас ограниченный. Мы его полностью получили. Пока в наличии всё есть, я поставлю небольшое количество на продажу каждый месяц, потому что вести большое количество людей невозможно. Поэтому это не на всю жизнь. То есть, это какое-то количество, сколько мы сделали, мы это всё дадим тем, кому это нужно, тем, кому хочется, и будем ими заниматься. Потом мы будем делать вебинары дальше, продолжать тренинги, центр свой открывать. Кто успеет получить этот общий объём ингредиентов, чтобы под себя всё это подобрать, тот успеет. Кто не успеет, ну, извините, ребят, я не всесильный. Понимаете, у меня вот все группы переполнены, у меня личное расписание переполнено, ночью заниматься я не могу. Я вот постарался, сделал вам все ингредиенты, сказал, давай, вот, бери качественный материал, и мы тебе его подберём, как тебе лучше делать. Окей, хочешь – давай, не хочешь – не нужно. Всё, смотрите фрагменты, пишите письма. Ваш Алексей Красиков, до встречи. Этот диск будет содержать в себе информацию по работе с панической атакой и агорофобией, и всю методологию, и теоретическую базу. Здесь не будет никаких книг, никаких текстов. Я вам всё расскажу и нарисую, и распишу. Единственное, что вам нужно будет сделать – это слушать, переслушивать и выполнять упражнения. Если вы это сделаете, вы увидите результат уже в течение первых двух-трёх недель. Давайте сейчас в целом подведём итог. Давайте пройдёмся по жалобам, с которыми вы ко мне обратились. Наверняка вы в себе их найдёте, чтобы знать, что мы с вами говорим на одном. Давайте сейчас разберёмся более тонко и более детально, почему это возникает и для чего. Потому что это знание даст вам понимание и, соответственно, облегчение. Давайте я ещё раз вам скажу очень важную штуку. Что в когнитивно-поведенческой терапии, панического расстройства и агорофобии есть два очень важных этапа. Первое – это научение. Второе – это отработка. Без блока научения, который я сегодня вам продемонстрирую, вы не сможете приступить к отработке. Почему? Потому что вы не будете понимать, что вы отрабатываете. Поэтому, чтобы понимать, что вы отрабатываете, вам нужно сначала этому научиться. Итак, мы приступаем к изучению работы вегетативной нервной системы. Что есть ваша личность, которая формирует ваши особые ценности, стратегии жизненные – думать, вести себя определённым образом, достичь успехов определённых или достичь отношений определённого или уровня. Есть ваши ситуации. Вы вот это не видите, и столкновений не видите. То есть вот это не осознаётся, вот это не осознаётся. Осознаётся только ваши вегетативные симптомы. Итак, принцип смещения доминанта. Ещё их называют защитные психологические механизмы. Ребята, эта информация очень важна. Я сейчас быстренько нарисую, чтобы вы держали мысль в голове. Помните вот эти наши ветки вегетативные? Помните вот этот конфликт? Помним, да? То есть я вот так вот сейчас нарисую, чтобы это просто было в памяти. Что есть внутреннее напряжение, внутренний конфликт, он не осознаётся между потребностью личности и ситуациями, которые вызывают вегетативное напряжение. Когда вот это не осознаётся, вот тут возникают у вас неврозы. Когда такой конфликт осознаётся, ну, это экзамен, а я хочу его сдать. У меня тоже есть вегетативное напряжение, но оно нормально. Помните, почему Зигмунд Фройд сказал, что инсайт или осознание достаточно важно? Потому что Зигмунд имел в виду, что осознание этого конфликта снимает защитные реакции. Сейчас объясню, какие. Потому что когда вы уже начинаете это осознавать, вы понимаете природу ваших симптомов вегетативных, понимаете, что в них нет ничего страшного, просто у меня есть такое внутреннее противоречие. Главное — это найти. Итак, какие же есть защитные доминанты? Я нарисую вам головной мозг, нарисую его очень схематично. Смотрите, что происходит. Берём наш внутренний конфликт, который не осознаётся между личностью и ситуацией. Поскольку этот конфликт не сформировался вчера и сегодня, он сформировался достаточно долгое время, практически хронифицировался, в определённой зоне головного мозга возникает постоянное внутреннее напряжение. Вы думаете о том бессознательно, как вот это решить, нету решения, не получается, вы это не знаете даже. Это и есть внутренние, вытесненные, детерминированные, как мы говорим, процессы. Вы этого не видите, но мозг это видит. И эта зона переутомилась, потому что вы не можете его решить, потому что вы его не видите. И что происходит? У обычного человека происходит примерно следующее. Сначала, когда этот внутренний конфликт сформировался, идёт команда вегетативной нервной системы. Вегетативная система начинает просто напрягаться. Она напрягается на 100%, как бы интерпретируя вот этот конфликт, что на экзамене и так далее. Вот вы чувствуете ваши симптомы. Вот ваши симптомы и появились. Вегетативные пока что только, ребята. Тахикардия, ком в горле и так далее. Но когда уже конфликт долго актуализирован, и вегетативные симптомы, как указатель, не помогают избавиться от этого, ну как бы вы избавились от вегетативных симптомов, когда бы вы осознавали, что у меня вегетативные симптомы от экзамена? Вы бы сдали экзамен, ушли бы, у вас бы всё закончилось. А тут вы это не осознаёте, поэтому избавиться от этого невозможно. Поэтому вы год, два, три, четыре, пять и болеете, в кавычках. И не можете вылечиться, потому что лечить нечего. Надо просто понять, в чём косяк, в чём, что не осознаётся. Поскольку вы это не можете, естественно, вылечить, потому что не осознаётся конфликт, с экзаменом вы бы могли уйти, а тут не понимаете, от чего. Возникает защитный механизм, называется принцип смещения доминанта. Мозгу необходимо переключиться с вот этого процесса, который как бы должен это выключить, на что-то другое. И он переключается на самое главное. Что самое главное для человека? Жизнь, согласитесь, для многих. И он не может просто так, знаете, вот он на диване лежит, пальцем носу ковырять, думает, да дай-ка я буду бояться на это умереть вообще. Он так не может. Ему надо подкрепить свои предположения. Он обращается сначала сюда, говорит, ага, у тебя же вегетативно плохо, и ты это не осознаёшь. Значит, есть повод для смерти. И вот тут как раз и возникают ваши защитные механизмы. То есть вы переключаетесь на своё здоровье, на свой страх умереть, на страх задохнуться. Не потому что это объективно, потому что объективно – это от экзамена, от собеседования, на самом деле, вегетативно. Да, ничем не отличается. Вы переключаетесь, во-первых, потому что вы это не знаете, а во-вторых, потому что есть команда мозга вас переключить, потому что зона мозга – это переутомлено. Пока вы бегаете по врачам, начинаете изучать свое сердце, прямую кишку, делаете колоноскопию по 25 раз, делаете всевозможные исследования, получаете от этого массу в кавычках удовольствия, на самом деле зона мозга, которая была задействована внутренним конфликтом, она как бы вытесняет в сторону, и на первую доминирующую сторону возникает мысль о здоровье, или об инфаркте, или о потере сознания. И вот так возникает навязчивая мысль, как мы говорим, обсессия о вашем здоровье. Тем самым подкрепляет эту мысль, что вегетативное напряжение. Ну мне же вегетативно плохо, поэтому я могу умереть. И тут возникает замкнутый круг. Вегетативный симптом есть, потому что есть внутренний конфликт, мозг пытается столкнуть вас на какое-то осознание, но без психотерапевтической помощи вы это не найдете. Поэтому он делает вегетативное вам напряжение, поскольку конфликт есть, это естественно, и пытается вам подсказать, зайка, давай решай. А вы вегетативные симптомы ввиду вашего незнания трактуете как страшно, тем самым усиливая защиту. Это понятно? Замечательно. А теперь давайте разберем, какие бывают защиты. Я бы хотел вернуться на 5 минут к термину вегетососудистой дистонии. Вот мы сейчас говорили о том, что есть внутренний конфликт, что есть напряжение осознанно, неосознанно, вегетативно. Мы попозже поговорим еще о личности, когда будем говорить о когнитивной терапии в практике. Но вы мне говорите сейчас, допустим, Алексей, что же такое ВСД? Я вас очень прошу, забудьте термин ВСД. ВСД – это не что иное, как обычное физиологическое вегетативное напряжение, которое вы принимали как болезнь, приходили ко врачу, врач говорил, у вас ничего нет органического, но есть вегетативное. Так и родился в нашей стране термин вегетососудистой дистонии. Больше жалуетесь на сердечко – значит по кардиотипу. Больше смешанное – значит общее. Больше на сторону головы – значит нейроциркуляторное, циркулярное. То есть вы должны понимать, что эти термины не несут в себе диагноза, они несут в себе просто то, что пришел пациент, обратился на самом деле с вегетативным напряжением, которое он не знал. Ну что же, давайте приступим к подниманию и изучению самого панического приступа, который вы так сильно боитесь – на улице, в метро, в автобусе, на даче, в очередях, в закрытых пространствах. Из предыдущего блока вы уже поняли, что с вами происходит обычно вегетативное напряжение. Но вы наверняка говорите, что у меня на экзамене и у меня в каком-то конфликте не было так сильно. Давайте посмотрим, почему. Итак, схема панической атаки. Паническая атака, как вы уже поняли, ничем не отличается вегетативно от страха. Смотрите, что происходит. Вы изначально испытываете вегетативное напряжение. Когда вы выходите на улицу или когда вы сидели на работе или еще где-то. Если бы это было обусловлено экзаменом, вы бы это понимали. Но у вас ничего нет. У вас просто есть вегетативное напряжение, которое вы пока еще не осознаете. Почему? Сейчас отвечу на вопрос, почему. Давайте сразу отвечу. Потому что первоначальное вегетативное напряжение у вас есть в результате чего, вы уже помните, неосознанного внутреннего противоречия. Мы должны понимать дальше, что работа наша строится из трех основных блоков. Это работа с мыслями, это работа с физиологией и работа с поведением. Вот этим самым мы и займемся. Первый результат, который вы должны достичь, это научиться не бояться вегетативных симптомов. Это первое. Не бояться вегетативного напряжения. Второе. Не бояться работы адреналина и понимать, откуда и что. Третье. Не избегать ситуаций, где возникают у вас панические атаки. Четвертое. Знать полностью цикл панической атаки, что это и почему. Научиться применять практические упражнения в работе с панической атакой и агорофобией. Это диск направлен не только на клиентов, но и на самом деле на психологов и психотерапевтов. На этом диске вы найдете информацию, которую я собирал свыше 4000 рабочих часов. Я поделюсь с вами наработками, которые до сих пор были только в моих рабочих блокнотах и моих рабочих папках. Этот диск посвящен поиску того самого внутреннего конфликта, работе с мыслями, убеждениями, то бишь работе с тем, что приводит нас к неврозам. Значит, кто клиент смотрит этот диск, то же самое делают со мной вместе. Посмотрите ваши методички, у вас там все это есть, который с диском. Значит, делается это примерно так. Это можно сделать в таблице, а можно сделать на графике. Давайте я покажу на графике, потому что таблица у вас есть в методичке. Давайте покажу вам, как это можно сделать на графике. Значит, вы должны первое, что сделать, выписать? Выписать ситуации, где у вас есть реакция, эмоции, вегетатика и так далее. Ну, допустим, ситуация, там, допустим, дома, да? Допустим, вторая ситуация, там улица. Там третья ситуация, транспорт. Там четвертая ситуация, ну, давайте, допустим, возьмем там магазин. Там следующая ситуация, там, офис. Ну, предположим, да? И давайте здесь, допустим, там, одиночество, ситуация, я одна. Вот так. Вот мы выписали череду ситуаций, где вам становится не по себе дискомфортно, у вас есть вегетативные какие-то симптомы, тревога, страх и так далее. Выписали ситуации. Теперь нам надо увидеть, что происходит телесно. Просто это увидеть. И сюда подписываем кружочек такой. Телесная реакция. Просто ее запишите. Что дома было то-то, на улице то-то, в транспорте то-то, в магазине то-то. Вы увидите, что примерно телесная реакция у вас одинаковая. Сердечко, там, руки потеете, да, там, тяжело дышать. И дальше вам надо ответить на этот вопрос. Почему у вас в этих ситуациях происходит та или иная физиологическое явление? Не призму катастрофизации, что я больная неизвестно чем, а что в этих ситуациях что-то происходит, что вызывает у меня подобную вегетативную реакцию, то есть я как-то мыслю и имею какие-то эмоции. Значит, я буду их искать. И теперь погнали. Главный вопрос. В каждой ситуации вам надо задать вопрос первый. Помните, что я сейчас думаю? Ну, допустим. Дом. Ситуация. Ссора с мужем. У вас вегетативная реакция. Что я сейчас думаю? Ну, допустим, ответ. Ситуация такая. Он разбросал носки по квартире. Ну, предположим. Или он там натоптал грязными ботинками на вас чистый пол. Ну, давайте вот это более интересно. Он пришел, муж, домой. Вы там мыли пол весь день. Он грязными ботинками прошелся. И у вас первая мысль. Он не ценит мой труд. Он меня не любит. А, нет. Первая мысль может быть такая. Вот козел натоптал, значит, он меня не любит, значит, он меня не ценит. И так далее. Вот описываем. Он меня не ценит. Или он обесценивает мои усилия. И так далее. Второй вопрос задаем. Почему для вас это так важно? Почему для вас это важно? У вас в методичке все эти вопросы есть. Не вчитывайтесь в то, что я тут пишу. Просто слушайте, смотрите методичку. Почему для меня это так важно? И тут начинают всплывать интересные вещи. Либо он должен ценить мой труд. Или это ужасно, если он меня не ценит, и он меня хочет бросить и развестись вообще со мной. То есть муж просто пришел, натоптал ногами. О том, что он видит, не видит, устал, не устал, больной, не больной, там, случайно, не случайно. У вас таких мыслей нету. У вас есть четкое убеждение, что он уже вас не любит, что он уже с вами готов развестись, что он уже ублюдок и там сволочь. У вас сразу вот это идет история. Почему для вас так важно? Потому что он не должен меня бросить там и так далее. Ответ. Почему для вас так важно? Потому что, почему? Ну, допустим, он должен меня ценить, потому что я героиня труда. Он должен меня ценить. Он должен ценить мой труд. Или, допустим, ужасно, что он меня не любит, как вам кажется. Ужасно, что он меня не любит. Значит, первый вопрос, что я сейчас думаю. Второй вопрос, почему для вас это так важно. Третий вопрос, о чем это говорит? О чем это говорит? Ну, допустим, это говорит о том, что я несчастная женщина и останусь одна, и никому больше не буду нужна, и вообще все это ужасно и так далее. Потом ситуация на улице. Я иду по улице, мне закружилась голова, мне было вегетативно нехорошо. Что ты сейчас подумала? Что я сейчас могу упасть. Почему для тебя это так важно? Я не должна падать. Потому что все посмотрят и подумают, что я какая-то слабая или там хиленькая. О чем это говорит? О том, что я не должна падать и не должна показаться слабой. Ситуация в транспорте, там, в метро, допустим, да? Она ехала, у нее застучало сердечко. Что ты сейчас думаешь? Что у меня может случиться паническая атака. Почему для тебя это так важно? Что она должна там случиться или не случиться? Я запаникую, буду казаться какой-то странной и там больной какой-то, да? О чем это говорит? Это говорит о том, что я не должна показаться публично какой-то нездоровой. Чтобы все на меня смотрели и пальцем показывали. Магазин. То же самое. Встаю в очереди и думаю, у меня вегетативное напряжение. Что ты думаешь в очереди? Быстрее бы прошла очередь. А то сейчас как упаду или запаникую, начну орать, тут давайте все проходите быстрее, сволочи. Почему для тебя это так важно? Я не должна показаться, со мной не должно произойти плохой ситуации, чтобы я не потерял над собой контроль. Я не могу потерять контроль, потому что я буду лохушкой. Почему, о чем это говорит? Это говорит о том, что я не должна проявить себя негативно, допустим, демонстративно, да? Офис. Ситуация там, презентация, подготовка документов или просто переговоры, вегетативное напряжение. Что ты сейчас думаешь? Только бы не облажаться на презентации или только бы подготовиться правильно. Почему для тебя это так важно? Я не должна совершить ошибку, иначе не подумают, что я полная бездарность и ни на что не способна. Да? И они меня там уволят, отругают. О чем это говорит? Это говорит о том, что я буду выглядеть ужасно в глазах начальника. Ребята, здесь еще можно встроить фразу, знаете, какой интересный вопрос? Что будет? Что будет, если? Допустим, что будет, если ты упадешь? Что ты будешь думать, если ты сделаешь ошибку? Что будет, если ты упадешь? Что будет, если муж натоптал? Что будет, если у тебя закружится голова, и ты упадешь в обморок? И что будет? Я буду выглядеть слабо, я буду выглядеть ужасно и так далее. С помощью таких вопросов и разбора каждой ситуации вы сможете, посмотрите методичку, да? Увидеть, что в разных ситуациях, но мыслите вы как? Одинаково. Я не должна упасть, я не должна потерять над собой контроль, я не должна показаться какой-то лохушкой, показаться еще что-то. И здесь будет одна история. Я слабая, беспомощная, я не должна показаться какой-то смешной и так далее. И у вас вот здесь выстраивается одна и та же история. И вот вы нашли убеждение. Я не должна показаться слабой, или если так случится, они не будут меня любить, или я буду испытывать чувство вины. Теперь смотрите. У нас есть пять основных преломлений. Вот это понятно, как мы ищем. Мы в каждой ситуации задаем вопрос, что я сейчас думаю, что будет, если так случится, почему для меня это так важно, о чем это говорить. Научно-когнитивная терапия доказана, что тот, кто это делает, изменение есть. Во всяком случае, она симптомцентрированной считается. То есть она не глубокая, не слишком глубокая, потому что чтобы ее сделать глубокой, я сейчас вам покажу как чуть дальше. Но если вы начнете мыслить гибко и рационально, поверьте, никакая ситуация в жизни не доведет вас до гипертрофированной тревоги, гипертрофированной социофобии и так далее. Вы сможете спокойно говорить тосты, летать на самолетах, что хотите, потому что вы начинаете думать рационально. Продолжение следует... Продолжение следует...